Привет! Ты на канале Пуделя по имени Капуч, полное имя Капучино. Сегодня мы покажем обновленную версию всех вещей Капуча или по-другому, что необходимо для содержания Пуделя. Год назад мы впервые разместили такое видео на нашем канале и оно до сих пор пользуется популярностью. И мы подумали, почему бы не размещать такое видео каждый год, чтобы показывать какие вещи по-прежнему остаются в основном составе, какие мы меняем, а какие и вовсе убираем. Посмотреть наше предыдущее видео про все вещи Капуча можно по ссылочке в правом верхнем углу, также мы оставим ссылку в описании. Если вдруг ты еще не подписан на наш канал, подпишись, пожалуйста, и поставь лайк этому видео, это очень поможет развитию нашего канала. Также в комментариях мы отвечаем абсолютно на все вопросы, задавай, не стесняйся, или можно просто написать Капучу что-то приятное. Ежедневно мы публикуем различные отрывки из жизни Капуча, делимся полезной информацией. Итак, вернемся ко всем вещам Капуча. Хочется сказать ту же самую фразу, которую я сказала в прошлом видео. Это то, что я знаю точно, что есть собачки, у которых намного больше вещей, и есть собачки, у которых вещей меньше. Это исключительно наш опыт, которым мы решили с вами поделиться, и уже вам решать, что применять для своих питомцев, а что нет. Основное изменение, которое произошло за этот год, это то, что мы убрали манеж, и у Капуча появилась большая просторная лежанка, которая просто находится в комнате без каких-либо ограничений. Манеж в прошлом видео вызвал очень много обсуждений, кто-то был за, кто-то категорически против. Не хочется сейчас останавливаться на этой теме. Мы останемся при своем мнении. Мы не жалеем, что у нас был манеж, и он у нас был не в качестве тюрьмы, а в качестве границ, которые показывали Капучу, что не весь дом в его распоряжении, и он может делать все, что угодно. На данный момент, после того, как мы прошли этот путь с манежем, мы полностью доверяем нашей собаке. Мы точно знаем, что если мы оставим его дома, он останется в пределах своей лежанки и будет спокойно нас ждать, и с домом ничего не произойдет. Лежанка выполнена из такой ткани, что-то вроде барашка. Шили мы ее самостоятельно. Видео можно посмотреть на нашем канале. Ссылки оставим в описании и в правом верхнем углу. Все снимается, все можно постирать. Внутренние части выполнены из непромокаемого материала. Плюс ее можно развожить еще вперед, она такая длинная. Бортик и подушечка крепятся к лежанке на липучках. Наша мини-лежанка, она же запасная лежанка, она же бывшая ортопедическая подушка, по-прежнему находится у нас в спальне. Сейчас Капыч уже не так часто приходит к нам после того, как у него появилась собственная комната с большущей лежанкой, но все равно периодически он к нам приходит, чтобы побыть с нами и на ней вздремнуть. Напомню, что это ортопедическая подушка, которую мы использовали когда-то для себя. Внутри нее такие круглые синтепоновые шарики, и мы пошили для нее несколько мягких наволочек. Очень важные вещи, которые мы забыли показать в прошлый раз, это документы Капыча. У Капыча есть паспорт, который был заведен, когда ему было два месяца, где указаны его владельцы, дата рождения, порода, окрас, номер чипа Капыч чипирован, где отмечаются все его прививки от бешенства и другие дополнительные прививки. Также там отмечаются осмотры у врача и отметки о приеме таблеточек от паразитов. Этот паспорт также необходим при выезде за границу. По поводу таблеток мы даем ему раз в три месяца бровекта, вне зависимости от поры года, и также таблетки от паразитов, тоже раз в три месяца. Также у Капыча есть регистрационное удостоверение в ЖЭСе, он зарегистрирован, мы платим за него налог, он приходит вместе с жировкой. Делать это очень быстро, вы приходите в ЖЭС, говорите, что у вас есть питомец, вас регистрируют и выдают вот такое удостоверение. Раз уж зашла тема про выезды за границу, сразу быстренько покажем нашу перевеноску триол. В прошлом видео мы ее тоже показывали, также у нас есть видео про выезд за границу с собакой и про перелет в салоне самолета. Капыч по весу проходит для полетов именно в салоне самолета, весит он 6 килограмм, авиалинии допускают в основном до 8 килограмм. При этом в салоне самолета он должен оставаться именно в переноске, больше эту сумку мы нигде не используем. Качеством мы довольны, Капыч туда помещается, место еще остается, со всех сторон, с трех сторон есть вот эти сеточки, чтобы он все видел, чтобы воздух поступал. В целом мы довольны переноской. Мисочки у нас не изменились, купили мы их сразу, как у нас появился Капыч, они керамические. Сразу хочется ответить всем тем, кто напишет, что миски должны стоять повыше. Отвечаю, пробовали. У Капыча вообще очень странное отношение к мискам, как только мы пробуем что-то новое, он боится, отскакивает, не хочет есть и вообще в целом берет корм и начинает перекладывать его на пол и только потом начинает есть. Поэтому, как говорится, не трогай то, что работает. Этих мисок он не боится, они его полностью устраивают по ощущениям нашим, то, что мы видим. Они, конечно, уже такие чуть-чуть потасканные, уже не во всех местах отмываются, но свою функцию они выполняют. Капыч вот эти деревянные штучки не трогает, не грызет, ему все нравится, соответственно, пока ничего не меняем. Очень важная часть вещей Капыча, да и любого питомца, это корм и вкусняшки. У нас ничего не поменялось. Капыч по-прежнему ест сухой корм. Ел он его и у заводчика, и когда к нам попал. Да, периодически я даю ему совсем по чуть-чуть какие-то ягодки, фрукты, овощи, и раз в год на день рождения он ест торт из паштета. Совсем недавно мы полностью перешли на корм Optima. Это испанский корм, в нем очень хороший процент мяса. Он является беззерновым, премиум класс или даже холистиком. Впервые с этим кормом мы познакомились, когда несколько месяцев жили в Испании. Там мы его нашли в магазинах, он очень часто там встречается. Капычу он очень нравился. По нашим ощущениям тоже все было прекрасно, то, что мы видели. Затем мы вернулись домой в Беларуси. В целом, почему-то даже у нас не возникла мысль, что он может у нас быть. И тут совершенно случайно. Я увидела его на сайте 21 век. Там, конечно, была не вся палитра вкусов. Я посмотрела, кто поставщик. Мы вышли напрямую на поставщиков. Они точно так же работают и с физлицами, и стали заказывать у них. У них есть абсолютно все громовки, вкусы, периодически есть какие-то акции. Конечно же, цены отличаются от тех, которые на маркетплейсах. Ссылку на сайт поставщика корма оставлю в описании. Сразу хочется еще сказать про наш предыдущий корм. Это корм Акана. Мы им тоже были довольны. Но тот эффект, который мы увидели от корма Оптима и та охота, с которой Капыч его ел, она была более яркой, поэтому мы решили перейти на этот корм. Также можем отметить корма Велны Скор, Юника. Это то, что у нас было. Юника мне не очень нравится по составу, но Капыч ее очень охотно ел. По вкусняшкам у нас также произошли изменения. Мы в этой теме стали мудрее, знаем уже, на что обращать внимание, плюс изучили предпочтение Капыча. Мы некоторое время наблюдали за одними ребятами. Это все отечественное. Ребята из Бреста. У них собственное производство, есть собаки. И в целом все, что транслирует ребята, пришлось нам по душе. И вот наш первый заказ. Здесь и вот легкое говяжье в кубиках, есть в полосочках, есть даже суши из говяжьего легкого, становая жила. У ребят шикарный ассортимент. Плюс все-все можно заказать в одном месте. Доставка 2-3 дня. Ребята работают с Европочтой. Вот сейчас Капыч как раз занят становой жилой. Это вообще очень универсальное лакомство и для десен, и для зубов. И чтобы занять собаку, мы вот за него больше всего переживали, потому что у нас был не очень приятный опыт с другим лакомством. В другом месте мы покупали становую жилу. С этим все супер. Капыч уже не первый раз ее ест. И вообще в целом весь эффект, который я вижу от этих вкусняшек и от корма, меня очень устраивает. И моя душа наконец-то спокойно, что мы закрыли и момент с кормом, и момент с вкусняшками. Капыч это все ест с аппетитом. Каких-то нежелательных реакций нет. То, что выходит из капыча, тоже все ок. Это тоже важно. Его настроение, его активность. По всем пунктам я могу поставить 10 из 10. Амуниция для прогулок. Тут у нас, наверное, тоже полностью все поменялось. Мы нашли наконец-то тот самый идеальный для нас и для капыча поводок. Фишка этого поводка в том, что ваши руки могут быть свободны. У нас, кстати, есть на канале тоже видео отдельное про амуницию, где мы это все ближе показываем, где все это можно посмотреть на капыча, как мы гуляем. Ссылочку оставим в описании и в правом верхнем углу. Ага, вот, адресник у нас все-таки не поменялся. Только теперь мы его носим на колечке, на шлейке. Так, на минуточку еще вернусь к нашему поводку. Хочется отметить, что это тоже белорусские ребята. Именно благодаря им мы узнали про лакомство из Бреста. Ссылку на этих ребят я оставлю в описании, как и все ссылки на все товары, которые я сегодня показала в видео. Итак, я уже говорила, что фишка этого поводка в том, что ваши руки могут быть свободны. Там есть такой нехитрый механизм с узелком и колечком, с помощью чего вы можете регулировать длину поводка и длину этой петли, которую вы набрасываете на себя, чтобы через плечо, чтобы у вас были свободные руки. Итак, наша сумочка, в которой мы носим вкусняшки и пакетики. Там есть такая дырочка. Очень легко вытягивать и отрывать. Пакетики мы заказываем на Валберис, большую упаковку по выгодной цене. Написано, что они биоразлагаемые, легко отрываются, зеленого яркого цвета. Следующий раздел вещей, наверное, самый насыщенный. Я его называю раздел SPA. Здесь все, что касается мытья капуча, сушка, стрижка, мытье лап, чистка зубов. Сейчас обо всем по порядку расскажу и покажу. Итак, мое открытие этого года — это лопомойка для собак. Я, правда, не знаю, как я раньше жила без этой штуки. У меня уже есть восторженное видео, где я рассказываю, показываю, как я капучу мою лапы. Обязательно прикреплю ссылку здесь в верхнем углу и в описании. Итак, после каждой прогулки мы с капучем моем лапки в этой баночке, вот эти штучки внутри. Все очень хорошо, качественно промывают, в том числе между подушечками. Промокаем полотенцем и собака свободна. Сразу отвечаю на вопрос, моем ли мы попу и писью после прогулки. Нет. Почему? Потому что мы так решили. Чистка зубов. Здесь очень быстренько, потому что уже есть очень много материала на нашем канале. Пожалуйста, ищите, смотрите. Мы чистим зубы вот такими салфетками. Ими можно пользоваться хоть каждый день. Пастой и щеткой мы чистим зубы где-то 2-3 раза в неделю. Любимой пасты у нас нет. Каждый раз берем новую и пробуем. Вот такую щетку используем, но капуч больше любит вот такую щетку на пальчник с мягкими чешуйками. Она тоже хорошо чистит, и капуч на нее намного лучше реагирует, чем на щетку. Самая неизменная часть вещей капуча, и вряд ли она поменяется, это шампунь. Мы по-прежнему пользуемся шампунем Пчелодар. Оранжевая линейка. Он нас полностью устраивает. То, как выглядит шерсть капуча, нас тоже устраивает. Кондиционером мы пользуемся, чаще всего моим. Это не значит, что надо так делать. У нас нет никакой аллергии, поэтому мы так делаем. Моем капуча раз в неделю. Иногда, конечно, раз в две недели или в полторы, но стараемся придерживаться графика раз в неделю. По полотенечкам у нас ничего не поменялось. Мы по-прежнему используем полотенца, которыми пользовались раньше сами. Фен. У меня очень часто спрашивают, каким феном я сушу капуча. Показываю. Вот он. Это фен, которым я пользуюсь сама. Также спрашивают мощность фена. Тоже показываю сейчас, сфокусируется. Вот, пожалуйста, мощность. Также у фена есть два режима температуры. Горячий воздух и менее горячий. И два режима, как он дует. Следующими у нас идут аксессуары, инструменты для вычесывания, расчесывания и стрижки капуча. Каждый раз, когда смотрю на это все, чувствую себя каким-то супер грумером, а не любителем, которым я являюсь. Итак, начнем с пуходерки. Наша основная пуходерка, которой мы вычесываем капуча, вычесывает классно. Она является профессиональной. Мы ее когда-то приобрели тоже по рекомендации и со своей задачей справляется круто, в том числе с вычесыванием колтунов, не сильно запущенных. Вот этой маленькой пуходеркой мы укладываем капуча. Когда сушим феном, она нам помогает именно при укладке, потому что ей, конечно, мы уже капуча не вычешем, как этой. А вот именно с укладкой после мытья помогает нам круто. Дальше наш гребень, наша расческа, триолы. Ее, конечно, уже жизнь помотала, зубчик уже выпал, погрызенная, но со своими функциями справляется отлично. Ножнички. Черные ножнички у нас идут профессиональные, они такие более острые, и кончики в том числе. А вторые у нас икеевские, они не профессиональные, там не такие опасные кончики. Это вот как раз, если глазки бы эти стричь, то можно их использовать. Но, конечно, лучше использовать профессиональные. Дальше идет наша новенькая машинка для стрижки капуча Dog Stalker. Она подходит и для других животных, которым необходима стрижка. В целом, даже мой муж на нее засмотрелся и сказал, что она очень стильная и профессионально выглядит. Прошлая наша машинка не пережила, к сожалению, наше длительное путешествие зимой. Там было дело не в машинке, а в нас. Именно поэтому мы выбрали сейчас металлическую машинку. Выбрали ее, как и пуходерку, и все остальные аксессуары для стрижки по хорошим рекомендациям. Совсем скоро на нашем канале выйдет отдельное видео, как мы стрижем этой машинкой капучи, но я знаю, что уже сейчас будет много вопросов, поэтому давайте по-быстренькому ее осмотрим. Итак, металлическая машинка для стрижки животных. В описании оставлю артикул покували на Valberis. Несмотря на то, что она металлическая, в руке ощущается очень комфортно и уверенно. Перед применением обязательно прочитайте инструкцию и рекомендации. И, пожалуйста, не игнорируйте их, чтобы ваша машинка прослужила вам как можно дольше. У этой машинки есть вот такой интересный рычажок, который помогает регулировать длину лезвий. Для нас основным плюсом этой машинки является беспроводная зарядка 3 часа и то, что на экране отображается уровень заряда. Для меня это суперфункция, потому что несколько раз я достригала капуча уже, когда машинка была включена от розетки. То есть мне приходилось снимать его со стола, идти включать машинку и достригать уже там. Этот экранчик поможет мне избегать таких ситуаций. В комплекте с машинкой, как я уже сказала, идет инструкции хорошие рекомендации. Четыре насадки на 3, 6, 10 и 13 миллиметров. Щеточка, чтобы чистить лезвие. И масло, чтобы обрабатывать лезвие. По своему опыту скажу, что не нужно игнорировать моменты ухода за машинкой, то есть чистить ее и смазывать маслом. Если вы уже и решили купить вот такую хорошую профессиональную машинку, то, пожалуйста, ухаживайте за ней, чтобы через год вам не пришлось ее менять, и дело будет не в машинке, а в том, что вы за ней не ухаживали. Еще хочется отметить, что сам производитель дает хорошую гарантию на эту машинку и возможность обращаться в техподдержку. Игрушки капуча. Здесь кое-что поменялось, но основная часть осталась неизменной. Про вот эту кость мы рассказывали уже очень много раз в инстаграме и у нас на канале. Она просто неубиваемая и прослужила нам больше года. Сделана она из каучука, супер прочного материала, который безопасен для питомцев. Посерединке это пищевой нейлон, и только спустя год, даже больше, вот эта центральная часть, она стала уже сыпаться, и капуч уже там даже наелся чуть-чуть. Но мы все равно у ребят закажем новую игрушку, такую же либо другой форму. Вот этот шарик у нас новенький, мы про него рассказывали уже очень много раз. Внутрь этого шарика можно прятать вкусняшки, корм. В наборе идет вот еще такая штука, которую можно вкручивать в землю, и резинка, чтобы привязывать. Выручает он нас во многих случаях, когда капуч не хочет есть корм. Мы туда засыпаем корм, и у капуча появляется интерес, либо просто прячем вкусняшки и оставляем капуча дома, когда мы уходим. Ой, этот шарик, он уже, конечно, тоже практически на выброс. Капуч очень любит за ним гоняться, и очень хорошо, что он не стучит об пол. Он очень мягкий, капуч за ним бегает, как угорелый. Наше кольцо триол со вкусом яблока. Боже, оно у нас уже тоже больше года, и в целом уже тоже начало сыпаться, поэтому в ближайшем будущем мы его просто заменим на такое же, наверное, только с другим вкусом. Наш бублик – это игрушка, которая с капучем с самого первого дня, как он у нас появился. Это серия Fancy Pets. Он шел в наборе там с морковкой, еще с каким-то шариком. Ну, не знаю, вот бублик он бережет, то есть он в целости и сохранности уже у нас вот два года. Итак, игрушка фирмы Kong. Мы являемся большими поклонниками этой фирмы. Очень прочная, качественная резина. Внутрь этой игрушки можно прятать вкусняшки, делать мороженое, замораживать, либо паштет. Туда засовывать, тоже замораживать, либо просто так давать. Она очень увлекает собаку и занимает надолго. Этой же фирмы у нас есть профессиональный фрисби для собак. Вот, опять же повторюсь, что мы большие поклонники. Резина действительно качественная, и все это служит очень долго. А это единственная мягкая игрушка, которой Капыч ничего не отгрыз, не распотрошил ее, и в целом относится к ней очень бережно и прям проявляет к ней какие-то чувства. Эта игрушка у нас уже где-то около полугода. Она из Икеи, и мы думаем, что, возможно, секрет в том, что Икея что-то знает, потому что наши подписчики тоже писали, что их питомцы не разгрызают именно икеевские игрушки. Вот Капыч уже разнервничался, пришел за своей любимой игрушкой и заберет ее в лежанку. А это наш походный набор, то, что мы чаще всего возим с собой в машине. У нас в машине есть еще всегда баночка с кормом на случай каких-то незапланированных поездок или если где-то мы задерживаемся. Тарелочки для корма и для водички, они силиконовые, складываются очень легко, чтобы не занимать много места, и есть карабины, чтобы можно было куда-то повесить. Также у нас всегда в машине с собой вот такой небольшой пледик. Он сшит из такой гладкой ткани приятной, которая легко чистится, если что, и легко сохнет, если вдруг где-то намочилась. И наша портативная поилка. Мы про нее не раз уже рассказывали. Она всегда с нами на прогулках, в машине. Это просто незаменимая вещь. Очень классный механизм. Нажимаете, водичка выливается, Капыч пьет сколько ему надо. Если вода остается, ее не нужно выливать. Точно так же на кнопочку она заливается обратно. А вот он, наш любимый гамак для машины. Капыч в машине проводит правда очень много времени. Для нас это незаменимая вещь, и эта вещь очень качественная, и мы никогда не упускаем возможность сказать ребятам, у которых мы купили спасибо. Ссылки оставим в описании. Самый непопулярный раздел у Капыча — это одежда. Он ее не очень любит, поэтому у нас по-прежнему всего один комбинезон на холодное время года. Он идет на баечки, и там есть капюшон. Желтый свитерок, который вы видите, достался нам от моего племянника. Капыч выглядит в нем очень миленько, и мы одеваем, честно говоря, этот свитерок только, чтобы сделать красивые фотографии и порадовать прохожих. Совсем недавно у нас появился вот такой спасательный жилет, потому что мы берем Капыча с собой плавать на сабордах. Этот жилет с очень таким милым плавником. До сих пор мы гадаем, это плавник акулы или дельфина. Видео о том, как Капыч плавает с нами на сабордах, можно посмотреть на нашем канале. У этого жилета есть вот такая штучка, чтобы можно было его пристегивать к саборду или к лодке. Вот и все, мы показали все вещи Капыча. Напоминаем, что Капыча это карликовый пудель, ему два года, он весит 6 килограмм, и он будет очень благодарен, если ты подпишешься на наш канал, поставишь лайк и напишешь какой-нибудь комментарий. В описании к этому видео ты найдешь все необходимые ссылки на товары и видео, которые мы упоминали.